Как себя сейчас чувствуют все-таки одесситы и боятся ли они вторжения? Собираются ли покидать город и область? Конечно, жизнь идет своим чередом, так сказать, нельзя. Очень смешанная ситуация. Город может выглядеть очень мирным и действительно, и на пляжах есть люди, и люди гуляют, сидят в кафе, но в то же время там наступает сигнал воздушной тревоги, и город меняется, а тем более, если начинаются какие-то прилеты, а это часто происходит ночами, такие ночи у одесситов страшные и очень сложные, особенно последние где-то месяц-полтора после прекращения действия зерновой сделки, потому что Путин активно атакует именно порты Одессы, Одессу, поэтому такая, ну, это, в принципе, такое всей Украине жизнь сегодня. Вторжение очевидно, что в России нет сегодня возможности дойти до Одессы. Россия отброшена с правого берега Днепра, и Россия сегодня в оборонительных боях на левом берегу Днепра, поэтому прямой угрозы, возможности десантирования российских сил в Одессу тоже нет. Российский Черноморский флот очень сильно ослаблен, его флагман, ракетный крейсер Москва, превратился в подводную лодку, но эти ракетные атаки, они, конечно, происходят, и часть одесситов, которая выехала из города, они до сих пор не вернулись в город, не все вернулись. Ходят ли одесситы на пляжи, видели даже, что из Молдовы иногда люди приезжают, не знаю, насколько это безопасно, вот сейчас, и не боятся ли они Мин? Я не могу ничего сказать про то, приезжают ли граждане Молдовы, думаю, что это вполне возможно. На пляжах в Одессе довольно много, ну, конечно, несопоставимо с тем, что в обычный август или в июль, но, в принципе, люди есть, их немало. Что касается угрозы Мин, то, в принципе, этой угрозы в акватории Одессы, собственно говоря, нет, потому что Одесса, акватория, собственно, берег одесский, он отделен от открытого моря волнорезом, и я думаю, что это является таким преградой для Мин, чтобы они могли попасть, собственно, к Одессским пляжам. За все 18 месяцев не было ни одного раза, когда Мина была найдена именно в черте города, там, где есть волнорез. Все эти случаи, в том числе тот, который назвали вы, который произошел в Констанции, но все эти случаи происходят там, где волнорезов нет, и Мину может прибить. На самом деле, если в Одессе следовать сигналам воздушной тревоги, то есть при воздушной тревоге идти в рубежище, то я думаю, что, в общем-то, риска нахождения в Одессе какого-то дополнительного нет. А по поводу атак на порты в Рене, Измаил и Одесса? Украинские власти по понятным причинам не много сообщают подробностей, но все-таки о том, насколько сейчас страдает портовая инфраструктура, и есть ли прямые угрозы населению, которое живет и по ту сторону границы, это Румыния, даже Джорджи-Лешты, Республика Молдова, на ваш взгляд? На мой взгляд, она, конечно, есть, эта угроза, потому что мы знаем, насколько все эти российские, но они ту сторону пока атакуют бронами, мы знаем, насколько их ракеты неточные, и уже были случаи, когда российские ракеты были в воздушном пространстве Молдовы, или обломки падали на территорию Молдовы. Активно атакуются сейчас Рене, Измаил, портовая инфраструктура. В основном для этого используются ударные дроны-шахеды. Может ли этот дрон залететь и на другую сторону Дуна? Я думаю, что теоретически это возможно. Насколько серьезны эти атаки? Ну, они серьезны. Россия пытается не допустить возобновления навигации в Черном море, в том числе вывоза зерна, именно через атаки на порты. Потому что Путин, конечно, не рискнет никогда нападать на корабли под флагами Турции, не знаю, Румынии и других стран. Я не верю в это. Потому что по международному праву атака на корабль под каким-то флагом, это фактически атака на это государство. Риски распространения боевых действий на территорию Румынии и Республики Молдова. На ваш взгляд, сейчас у России есть такие интересы, вот в принципе, и возможности? Нет, ну Россия точно имела план оккупации Молдовы, в этом нет сомнений. Но только после того, как они победили бы Украину. При продолжающейся войне в Украине Россия уже воюет там из всех своих сил. Поэтому возможности для них и смысла увеличивать количество себе сегодня врагов, ну прямых в боевых действиях, просто нет. И поэтому я думаю, что сегодня такого риска нет. Но то, что у России планы, почему-то к России рвалась к Одессе. Не только потому, что Одесса там стратегическое имеет значение, как порт, как там крупнейший город на берегу Черного моря, но и как выход к Молдове и Приднестровью. Поэтому то, что у России это было в планах, я вообще в этом не сомневаюсь. Но, к счастью, благодаря вооруженным силам Украины, сегодня от России до Молдовы не дошла. Вот сегодня некоторые источники турецких информационных агентств сообщают о том, что все-таки Эрдоган, президент Турции, отправится в Россию и начнет переговоры с Путиным. Возможно, это будет зерновая сделка, возможно, другие вопросы. У вас какие ожидания от этой встречи? Вообще, как вы расценивали позицию Турции в нынешней ситуации? Я считаю, что, надеюсь, что Турция и Эрдоган сможет додавить Путина. Вообще, Черное море нужно открывать в целом, а не только для зернового коридора. Это огромный вызов для мировой экономики, не только для продовольственной безопасности мира, но для продовольственной безопасности, конечно, очень важно. Ведь, по оценкам ООН, украинский урожай – это источник калорий для более чем 400 миллионов человек по всему миру. Но это же не только зерно, металл, другие группы товаров, которые Украина экспортировала Черным морем, а также импорт Черным морем. Все это имеет большое значение для мировой экономики. И то, что Путин фактически это Черное море частично для северо-западной его часть закрыл – это, конечно, серьезный вызов. Поэтому я надеюсь, что и Свободный мир, и Турция сделают все возможное для того, чтобы открыть Черное море идеально в целом, ну или хотя бы для зерна, так называемый зерновой коридор, который должен восстановить свою работу. А вот румынские власти сообщали, что намерены удвоить количество зерна, которое будет проходить через румынскую территорию. Как вы считаете, этого достаточно для того, чтобы создать альтернативу российской блокаде для экспорта по Черному морю? Альтернативы морю нет. Никакой сухопутный коридор не позволит вывезти столько зерна и по такой цене, как это позволяет море. Но, конечно, нужно стараться максимально все, что возможно, запустить все те коридоры, которые смогут хотя бы частично обеспечить экспорт украинского зерна. А все-таки, если вернуться к этому инциденту, к стене, что такие мины будут находиться и будут находить дальше на территории... Конечно, есть. Да, и как это... Конечно, есть эти мины. Эти мины, очевидно, что есть сегодня в Черном море, и куда их и как выгонесли, как я могу предсказать. Это украинская мина все-таки или российская? И я думаю, что вообще это довольно сложно отличить. Думаю, что и в Украине, и в России... Россия в основном использует советские морские мины, которые вряд ли чем-то отличаются друг от друга. Вот как вы оцениваете сотрудничество Украины и Румынии в плане транзитов товаров и помощи в военное время? Мы очень благодарны и Молдове, и Румынии за ту поддержку, которая Украине оказывается. Румыния член НАТО, член Европейского Союза. Румыния поддержала член... Кандидатство Украины в Европейский Союз. Это было важно для нас. А Румыния вместе с Европейскими, как членами Европейского Союза, принимает свою... Вносит свою лепку в то экономическую помощь, в то санкционное давление на Россию, которое происходит. Также в Молдове и Румынии приняли большое количество украинских беженцев. Конечно, были там моменты и нюансы, когда Румыния присоединялась к запретам на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Конечно, это нас не радует, но это эпизод на фоне в целом абсолютно полной поддержки, которую Румыния оказывает Украине. И мы, еще раз повторюсь за это, мы благодарны. Мол Цемеск, это действительно для нас очень важно. Но я думаю, что Румыния и Молдова просто прекрасно понимают, что если Украина падет, фактически это будет означать как минимум оккупацию Молдовы, а возможно и войну с Румынией. Что следует предпринять странам по реальным возможностям Черноморского бассейна для того, чтобы защитить себя от возможной атаки России? Максимально помочь Украине победить в этой войне, и тогда никакой угрозы не будет, если Россия не дойдет от дела, собственно говоря, этих стран. Ну, конечно, укреплять флот, потому что мы видим, какое большое значение имеет Черное море. Многие, мне кажется, забыли об этом в мире. Сейчас опять все вспомнили, что со времен античных греков Черное море – это такой ключ к мировой торговле. И, собственно, сегодня это продолжается. О ситуации на фронте, я понимаю, что вы не военный эксперт, но все же вот то, что видится сейчас, и возможность получить обещанные поставки вооружения. На ваш взгляд, ситуация продвигается тем образом, на который рассчитывает официальный Киев в плане контрнаступления, или есть какие-то проблемы? Смотрите, очевидно, что мы бы хотели видеть большие результаты нашего контрнаступления, намного больше. Мы имеем результаты, но они довольно скромные. И еще есть время, еще есть порядка двух месяцев до осенней распутницы, когда действительно уже погода не позволит нам продолжать наступательные действия. Поэтому, в принципе, Украина сейчас на ключевом направлении Запорожском, на направлении к Азовскому морю, скажем так. Украина вышла на главную оборонительную линию, российскую. Ну и теперь в течение ближайших двух месяцев станет понятно, будет ли успех нашего контрнаступления стратегическим, а это прорыв этой линии, или тактическим, тот, который мы имеем сегодня, то есть освобождение территорий, но не прорыв линии, не выход на берег Азовского моря, не перерезание сухопутного коридора. Что касается поставок, очевидно, что мы еще раз, мы очень благодарны за все оружие, которое нам передают без этого оружия. Нам было бы крайне тяжело в этой войне. Но также очевидно, что все решения по поставках оружия принимаются очень медленно, очень поздно. И вот сейчас последнее решение по самолетам, например, если бы это решение было принято полтора года назад, мы бы сейчас были уже в совершенно иной ситуации. На ваш взгляд, в условиях, вот то, что мы сейчас наблюдаем, война может закончиться до конца года, как об этом говорилось ранее, прогнозировалось еще весной? Ответа на этот вопрос не знает никто. Поэтому я здесь не буду гадать на кофейные гущи. Если бы Пригожин и Вагнер, вдруг, пошли на штуру Москвы в конце июня, война бы уже закончилась. А так, сколько она продлится еще? Один месяц, один год, пять лет? Ответа на этот вопрос не знает никто. Пригожин, вы считаете, просто испугался, надавили на него, почему не получилось или не рассчитал свои силы? Пригожин взял деньги, и огромные деньги от Путина, и не рискнул. Ну, выбрал деньги в последний момент, не рискнул пойти в Абанк. Такой практический вопрос по поводу подготовки к отопительному сезону. Прошлая зима была сложной для Украины, но даже на Молдове отразилась вот бомбардировка инфраструктуры. Сейчас, как вы считаете, насколько Украина подготовилась, учитывая этот опыт, и что стоит ожидать, в том числе и странам, которые находятся рядом? Я думаю, что очень вероятен сценарий, что Россия продолжит атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. Конечно, нам надо готовиться, и мы, насколько можем, готовимся. От России можно ожидать всего, что угодно. Они превращают в оружие все. Они готовы морить голодом мир, они готовы замораживать украинцев. Поэтому они сделают все, что можно в нарушении всех правил обычаев войны. Они все сделают. Вообще, как вы оцените, на каком этапе сейчас находится расследование военных преступлений России? Я знаю, что вы лично занимались документированием случаев. К сожалению, все идет очень медленно, по понятным причинам. Такая ситуация беспрецедентная. Часто сравнивают с Нюрнбергским трибуналом. Но давайте не забывать, что основанием Нюрнбергского трибунала стал разгром нацистской Германии. Разгром путинской и нацистской России пока не произошел.